С вами канал Учебник Слух. География 5-6 класс. Тема урока – погода и климат. Температура, давление, влажность, ветер, облачность, осадки – элементы и явления погоды, тесно связанные друг с другом. От температуры воздуха во многом зависят давление и влажность. Разница в давлении определяет направление и скорость ветра, а от влажности зависит образование облаков и выпадение осадков. За погодой наблюдают на метеорологических станциях. Результаты наблюдений поступают в метеорологические центры, где специалисты обрабатывают наземную и спутниковую информацию, чтобы утром люди смогли услышать прогноз погоды на день. В нашей стране старейшая служба погоды – Гидромедцентр России. Там составляют прогнозы погоды и специальные синаптические карты. Они необходимы в авиации, на флоте, в сельском хозяйстве и так далее. Для специалистов карты выглядят сложнее. На них нанесено больше данных о процессах и явлениях в атмосфере. По телевизору или в интернете мы видим информацию о погоде в удобной и понятной форме. Это наглядные карты погоды, спутниковые снимки с анимацией, краткие погодные информеры. Давайте запомним. Погода – это состояние тропосферы в данном месте в данный момент времени. Основные элементы и явления погоды – температура воздуха, атмосферное давление и ветер, влажность, облачность и атмосферные осадки. В природе почти всегда все связано со всем, поэтому элементы погоды изменяются не произвольно, а во взаимосвязи. Их устойчивые сочетания характеризуют различные типы воздушных масс. Свойства воздушных масс зависят от географической широты и от характера поверхности Земли. Чем ближе к полюсу, тем меньше тепла, тем ниже температура воздуха. Над материками формируются сухие континентальные воздушные массы, а над океанами – влажные морские. Арктические воздушные массы, образующиеся вокруг Северного полюса, над Северным ледовитым океаном, холодные в течение всего года. Здесь высокое давление, тяжелый и плотный холодный воздух опускается. Высокая относительная влажность, но абсолютная невелика. На суше, на арктических островах, в зоне господства этих масс – ледяная зона, постоянные снега и ледники. Если арктические массы вторгаются в умеренные широты, то несут похолодание. Экваториальные воздушные массы формируются в условиях высоких температур. Теплый воздух, содержащий много влаги, поднимается вверх, охлаждается, влага конденсируется и ежедневно идет дождь. Поскольку воздух поднимается, то давление низкое. Здесь растут постоянно влажные экваториальные леса. Тропические воздушные массы формируются в условиях, когда воздух, пришедший из экваториальных широт, опускается вниз, нагревается и становится сухим. Поэтому в огластях господства этих масс на суше часто бывают пустыни. Свойства воздушных масс умеренных широт изменяются по временам года. Воздушные массы под действием ветров могут перемещаться на другую территорию и меняют установившуюся на ней погоду. Если же воздушная масса проникнет слишком далеко, то она постепенно изменит свои первоначальные свойства. Например, морской воздух превратится в континентальный. Давайте запомним. Воздушные массы – это огромные объемы воздуха с определенными однородными свойствами, которые формируются над сушей и над морем. Главная причина изменения погоды – постоянное перемещение воздушных масс. Воздушные массы отличаются друг от друга главным образом – температурой и влажностью. Слово «климат» произошло от греческого слова «клима» – «климатус» – «наклон». Древние греки считали, что главное, от чего зависит климат – это наклон солнечных лучей к поверхности Земли. Как мы теперь знаем, они были правы. Этот наклон, разные на разных широтах, главная причина различий в температуре. А они, в свою очередь, во многом определяют значение других элементов погоды. Погода может быть очень переменчивой. Особенно это характерно для приморских районов. Например, в самой западной области России, Калининградской, в ходу выражение «Если вам не нравится погода», подождите 10 минут. Действительно, погода там очень часто меняется. Бывает и по-другому. На экваторе дождь идет каждый день почти по часам. Здесь погода очень устойчива. Главный климатообразующий фактор – это географическая широта местности. От него зависит, сколько солнечного тепла попадает на поверхность Земли и насколько от нее нагревается воздух. Другие факторы – удаленность от океанов и расположение данной местности на путях переноса воздушных масс. Например, метеорологам известно, что погода над Европейской Россией делается в Атлантике. Общее господствующее направление движения воздушных масс в умеренном поясе – с запада на восток. Поэтому чем дальше на восток, тем более холодные зимы, более жаркое лето, более сухой климат. Климат становится более континентальным. Важные факторы климата – высота над уровнем моря и положение по отношению к горным склонам. Как вы уже знаете, чем выше в горы, тем холоднее. На наветренном склоне осадков много, на подветренном – мало. На климат побережий существенно влияют и морские течения. Там, где проходят теплые течения, климат теплее и более влажный. Воздух поднимается вверх и дает осадки. Холодные течения способствуют охлаждению и иссушению климата. Давайте запомним. Климат – это многолетний режим погоды, характерный для той или иной местности. Главные факторы климата – географическая широта, близость морей и океанов, направление господствующих ветров, рельеф и высота над уровнем моря, морские течения. Климат – это многолетний режим погоды, характерный для данной территории. Он неизменчив, как погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова